Метр, ну метра полтора будет. Ну нам дашь ее. Ну, поищу, да. Так, тебе вопрос. Володя, забрать надо эту. В ручную которую? Зачем? Бензиновый? Бензиновый. В ручной она вот такая, ну сколько, метр двадцать? Небольшую, а поменьше можно сделать? Три у меня размера, сто, сто пятьдесят и двести. Нам сколько надо? Сто пятьдесят, хватит. Сто пятьдесят. Так. Мы каждый день молились, чтобы Николай, Господь, этого вернул, бензодериста. Прям поминали. Все время. А его в это время Бог тревожил. И я это теперь узнал. И узнал не от кого-то, а от него. Он же сказал, что тут нельзя делать, то другое нож не берет. Ну, это разные-разные причины. Ну и все. А тут приезжают трое. Его брат и Афонин. Милиционер этот. И я, говорит, звоню в барабашу. Почему он не отвечает? Вот я вчера хотел только вам сказать, что был звонок пропущенный, я его только увидел. Вот он говорит. Ну я, да-да, мой взял, я говорю, ты когда будешь мне звонить, скажи. Говорит, корчен бульдозерист такой-то. Иначе от меня не получишь ответа. Ну и все, договорились. Завтра они должны приехать. Трактор придет. Неделю всю человек лался. Все, говорит, заменили. Новый нож поставили. А я все думал к тебе прийти, сказать. Думала, 25-го это было. Ну, уже сколько время прошло. И у нас будет непонятно, как мы еще везем продукты, если на газели нельзя ехать. Как нам сделать? Кто поедет? На чем? Нам же охота увезти туда. Никто туда не едет? Нам туда, в Барнаву. Нету, да? Ну, просто знайте. Если появится какая-то оказия, мы прицепимся туда. Хоть что-то увезти надо. Ну, вот такая история. Мы вчера уже при Луне с Володей вернулись. Там, с другой стороны. Потому что я отвернулся, они сделали наклон, который, это, плетень-то. Сделали в обратном направлении. Вот так вот. А теперь трактор едет, все больше туда задавляет. Это дамба может туда пойти. Мы теперь делаем на той стороне. Столк забиваем. И теперь прокапываем траншейку. И туда проволокой затягиваем, чтобы ему заходить туда надо. А он говорит, я, говорит, еду, я вижу, говорю, туда провал уже идет. Он заботливый такой, этот, бульдозерист. Мы все договорились. Я говорю, а в прошлый раз мы были здесь. Я оплатил дорогу сюда и обратно. 6 тысяч отдал. А вы не работали. Так можно, чтобы не брать-то? По совести. Он говорит, по совести. Столк какой я сказал. Он же умел мне рассказать сегодня. А я его не знаю, какой человек этот. По совести. Вот и все. Приходите на занятия. Можно минутку? Вчерашний день очень был насыщенный. Вы говорите, неприятный случай случился. Да. У нас тоже в хозяйстве такое очень вытекло масло из автомобиля, из двигателя. Двигатель застучал в машину, которую только купили. Сейчас будем ремонтировать. Я вчера ездил в Ребриху за бензином на вот этой вот наколдине. Сзади у меня полная бочка бензина. Масло набрал, запчасти, чтобы ремонтировать. Еду. А я на ней ездил по льну, когда, ну, к Терентью, там, по льну. И, видимо, что-то там где-то попало. Вдруг еду, слышу, у меня запах какой-то горелый. Я не пойму, то ли трава в двигатель попала. Бывало такое, около выхлопной. Смотрю, стояночный тормоз, а у меня здесь тлеет и тлеет ярко-красно. То есть огонь горит. Что-то там какая-то пакля. Вот какая-то пакля каким-то образом с поля попала туда. Я еду по дороге, у меня полная бензина. Оно разгорается, разгорается. Думаю, остановиться. Я тогда совсем сгорю. У меня тут рядом бутылка бензина, бензина, говорю, водой. Я потихонечку ее брызгаю, смотрю, потихоньку. Потом начало разгораться. Пол бутылки вылил. Скорость набрала, но вроде разгорелась. И ветром, видимо, ее в остатки вот этой трухи высыпало. Уже Ереме звоню, говорю, буду подъезжать сюда, чтобы он это убрал, чтобы меня там обрызгал. Ну, слава богу, все обошлось. А то прям уже думал, ну все, остановишься и пропал. Вот день освещенный. Но это от тебя, как говорится, не зависело. Да и у нас-то немногое зависит. Совесть. Вот я показывал, я вам скинул материалы про китайство посмотреть. Ну, я не знаю как. Я многое видел, но этого еще никогда не видел. Как они их готовят? Пяти лет. Это спецназ. Спрашивает, сколько можете выставить? Спецназ. Самый высший класс во всем мире. Сто миллионов сегодня могут дать. Еще спрашивайте. А по совести ли такие пространства у нас? Пустыри. Там жить некому совершенно. Почему бы вовремя-то не сделать? Япония и другим. Это, ну, по законам Российской Федерации, как Жириновский говорил. Наши законы. Ну, Халмыкия есть. Ну, и попередку. Татарстан есть. Ну, почему этим не дать-то? Когда люди друг на друге сидят. Горы разрабатывают. Посыпают землей. Там ничего нету. Не знаю. Он сказал. О, зашикали на него. А когда отнимут, так лучше самим отдать с молитвой. Да не отдать, а разрешить селиться. Огромное пространство до самого севера. Пустые. Ну, это просто для памяти. Когда будете, чтобы совесть в начальство было. Они в мире-то собираются. Я представляю, это сидит президент. И как они с ним разговаривают. У вас пустое место. Пустое. Почему она вам, эта земля, одним должна принадлежать? Что ваши пришли туда раньше других? Ну, у вас народу нет. В среднем в семье у русских 1,7. 1,7 ребенка. То есть восстановления нет. То есть убыль такая идет. Нация исчезает. Пришла огромная статья. Страна России огромная, тире. А рожать некому. Вот и все. В среднем у мусульман 8,1 ребенка. В среднем. Тут не надо ничего гадать. Мы можем только оставить память доброты. Память, что мы жили по совести. Двери были не закрыты. Голодных накормили, напоили. А можем ли мы это сказать или нет? Или только грабят. Каждый год, я не знаю сколько, но минимум, наверное, 30 миллиардеров появляется в России. Сейчас на этой бедности. Миллиардер. Миллиардер это когда у тебя корова одна, телка там подрастает. Ты вот работаешь, взял больше, склад построил. А это в один день проснулся, как этот был, Березовский. Я говорит, в окно выгнал. Чертежник. Чертежник, бумага одна. А его туда назначили. И вот он посмотрел, говорит, 2800 грузовиков стоит. И все мои. Они делили там страну. В Америке. И все, которые там были, да и Берипаски эти, это все одной нации. Я не за то, что там нация или что-то. К тому говорю, несправедливый, не по совести. И чем он Березовский закон? Задушили где-то его там и все на этом. Хотел Путина столкнуть. Кто Путина трогал, все до одного исчезают, как немцов и другие. Я могу перечислять их много. Ну, шаман шел изгонять демона по туда. Где он? Сергий сказал этот игументу, дайте мне власть, а за три дня найду порядок. Где он? А когда они забирали, уже пилили, показывают это, носили. И он сидит, а в это время в монастырях всех выкуривает. У них вот такие вот эти болгарки. И они там, спецназ приходит. Не стучат в дверь и ничего, сразу выпиливают и все. Где они? Тот сидит непонятно, когда и что выйдет. Я называю таких людей, которые прямо от генерала Петрова, Константин, он прямо против Путина идет. Немного. Сразу умер. Молодой. Что? Какая-то небесная энергия поразила его. Они это признают. Илюхин. Это зам Зюганова Геннадия. Устроить открытый суд над Путиным. Придать его суду за то, что он разорил страну. Маленько погодя, все. Ни одной болезни не было. Вдруг умирает. Навален поднялся. Где? Навалерия ему. Теперь сидел вякод. Никто за него там. Байден пытался его там. А Путин говорит, да, внутренние распорядки. Он не политически заключенный. Все. Поэтому молиться нам. Я говорю, да, но дальше не надо идти. А хотели бы, чтобы сменили. Ничего не знаю. Мне самому надо разбираться. Начало делать я не могу окончить. Вот где мне надо думать. Все у меня. Занятия у вас сколько? Нет. Отключаем.